Вот смотрите, что у нас в супермаркете продаётся за 1 фунт. Вот такие палочки. Это на самом деле нарциссы. Целый букет. Вот написано британские нарциссы. Для драков написано «не есть». И сколько там штук? Ну, приблизительно 15. То есть покупаешь такие палочки, ставишь их, и через день они распускаются в целый букет. Так, ну вот, смотрите, что у нас получилось спустя 2 дня. Всё распустилось. Вот такая красота. Вот один почему-то не захотел тут распускаться. Вот, а так целый огромный букет за фунтик. Вот, и на самом деле мы путешествовали, когда по Англии, то я видела целые поля здесь, засаженные нарциссами. То есть такие уходящие в горизонт поля вот этих вот палочек нарциссовых. И я вначале, ну это было пару лет назад, я думала, ничего себе, какая индустрия. Даже не поняла, что это такое вначале. Вот сейчас поняла. Потому что вот с конца января здесь можно покупать вот такие вот цветочки, нераспустившиеся, и вот потом такие букеты получаются. За фунт вот такая вот красота. Так, и о погоде. Смотрите, что у нас пишут на BBC. Ровно после того, как я сняла такой ролик, что у нас весна и цветочки, смотрите, что у нас случилось. Значит, здесь пишут yellow warning of snow, жёлтое предупреждение и оранжевое предупреждение. Здесь вот расшифровывают, что оранжевое – это хуже, чем жёлтое, а красное – это вообще уже прям. В общем, что пишут. Снегопады. И, в общем, более долгие периоды снега ожидаются во вторник. И это будет вместе с очень низкой температурой. Прошу прощения за свой вольный перевод. Возможны задержки транспорта на дорогах. Возможно, что будут на дорогах заглохшие автомобили с пассажирами. А также задержки и отмены рейсов на железной дороге, ну, поездов и самолётов. Некоторые деревенские, значит, поселения будут отрезаны. И также power cuts – это значит, не будет электричества, возможно, где-то, и других сервисов, то есть перебои с мобильной связью. Когда ты это читаешь, становится очень-очень страшно, потому что ты чувствуешь, что надвигается какая-то катастрофа. Теперь смотрите, внимание, прокручиваем вверх, какая на самом деле погода. Днём плюс два, ночью минус три, и периодически идёт снежок. Вот он идёт, где он, в девять утра, потом в одиннадцать, в три и восемь в девять. Ну, причём, основу showers, если кто знает, showers – это не то, что такой вот снегопад или буран, да, потому что здесь видно даже ветер, в общем, такой девять метров в секунду, всего семь-пять ветра нет. Это просто showers – это значит, то тут, то там попадает снежок. Ну, вот такая вот страна Англия, что, в общем, ночью минус три и снег – это уже национальная катастрофа и, возможно, перебои даже с мобильной связью и отмены поездов. Вот, ну, на машинах понятно, потому что зимней резины тут нет, вот, а, в общем, отмена поездов и самолётов – это, конечно, для меня вот новость. Так вот мы тут и живём. Вообще, что касается вот этих перебоев с мобильной связью, с электричеством, мне это напоминает одну историю. У меня подружка, она жила одно время в Тамбовской области, в маленьком городке, и этот городок был не полностью интернетизирован, то есть интернет домой невозможно было провести, потому что там нужно было тянуть провода, не все соседи хотели. И, в общем, нужно было ходить за интернетом на почтовое отделение, чтобы почту посмотреть, своё имейл там или отправить или что-то, да. И вот она приходит один раз, снег идёт. Она приходит один раз и говорит, «Можно интернетом воспользоваться?» Они говорят, «А интернета нет». Она говорит, «А почему нет?» Они говорят, «Ну как, вы не видите, какой снегопад?» Она говорит, «Ну ладно». Потом приходит другой раз, «Снега не было». И говорит, «Здрасте, я интернетом хочу воспользоваться». Они говорят, «Интернета нет». Она говорит, «А почему нет?» Они говорят, «Ну вы что, не видите, какой гололёд?» Она уже там стала смеяться и говорит, «Он, наверное, поскользнулся у вас по дороге на почтовое отделение и не явился интернет». Вот, ну, это, конечно, смех смехом, но иногда мне кажется, что здесь какие-то сервисы, они вот тоже на таком же уровне до сих пор работают, что снегопад, интернета нет, там гололёд, телефон не работает. То есть на уровне вот Томовской области. Вот не сочтите, что я жалуюсь, но это действительно так. В общем, в конце концов, добрался до нас снег. И здесь это вообще во всех газетах пишут, потому что в это время никогда снега не бывает, это уже вообще весна, то есть здесь зимой-то его не бывает, а в конце февраля это всё нонсенс, по-моему, сказали за сто лет вообще это случилось. И это, в общем, такой теклон, называют его Beast from the East, то есть чудовище с Востока, и по типу, что это всё пришло из России. Вот, в общем, как говорится, whatever happens, blame the Russians, да, как все смеются. Что бы ни случилось, всегда виноваты русские. Вот, это нам даже как-то немножко льстит, что, в общем, это мы тут напоржили какими-то своими силами. Вот, но что хочу сказать, на самом деле действительно так чуть-чуть поснежило, и периодически идёт снег, и, к сожалению, этот циклон, он нам вообще все планы сбил, потому что мы планировали прекрасную поездку в Честер, в Грассу Чешир, сбронировали там коттедж в деревне. Вот, и я планировала там взять прекрасное видео и деревенского коттеджа, заснеженного, наверное, сейчас, из города Честер, вот. Ну, в общем, к сожалению, этого не будет. Вот, но будут, наверное, какие-то в будущем и другие путешествия, бесснежные, не менее прекрасные, потому что всё-таки так немножко на машине ехать, в общем, тем более с малышом, как-то немножко страшновато. Вот, ну, будем оставаться в Лондоне, гулять по заснеженным улицам. Спасибо.